Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Аванти обратилась в Минтруд с предложением перевезти россиян на шестидневную рабочую неделю, чтобы повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. Ну, надо сказать, что ситуация в экономике России действительно непростая, но это не основание для того, чтобы вносить подобные предложения, и на этом следует остановиться. Значит, те люди, которые желают развивать бизнес-патриотизм, интересное сочетание, конечно, апеллируют к опыту Великой Отечественной войны. Что ж, давайте вспомним обстановку в области трудовых ресурсов и сравним с тем, что имеется сейчас. Значит, в годы Великой Отечественной войны произошла такая ситуация. Значит, если в 1940 году рабочих и служащих в народном хозяйстве было занято 31 миллион человек, то в декабре 1941 года только 19 миллионов. Понятно, что значительная часть была мобилизована на фронт, и надо отметить, что в общем итоге за годы войны на фронт было мобилизовано около 35 миллионов человек. Часть трудоспособного населения не смогла эвакуироваться и осталась на занятых враговом территориях, но часть находилась в процессе эвакуации. То есть, как мы видим, сокращение количества рабочих и служащих превысило 10 миллионов в начале войны, и это составляло почти 40% от того, что было предвойной. Есть ли что-нибудь похожее сегодня? Но сегодня мы знаем, что тоже прошла, так сказать, мобилизация частичная, и было мобилизовано порядка, ну, разной оценки, ну, предположим, возьмем большую цифру, порядка полумиллиона человек. Да, это полумиллиона человек, порядок, это, значит, прежде всего, конечно, рабочие, дети рабочих, города и села. Но никакого 30-40% сокращения занятых в промышленном производстве и экономике городского сектора, конечно, речи быть не может, как мы видим. Ну, самое большее, речь идет о 5-процентном сокращении, может быть, занятых в промышленности, но и чуть больше. А то это вот, я думаю, что это максимум, на самом деле. То есть, как можно сопоставлять вот эти условия Великой Отечественной войны с условием специальной военной операции, да, ну, совершенно, конечно, непонятно, и или люди не знают действительного положения вещей тогда и сейчас, или они прикрывают таким сопоставлением, надуманным, притянутым, какие-то свои корыстные интересы. Ну, корыстные интересы капиталистов в удлинении рабочего времени, они совершенно известны, они хорошо раскрыты в капитале Маркса, и для тех, кто знает научный социализм, это совершенно неудивительно. Это все та же самая пресловутая абсолютная прибавочная стоимость, то есть увеличение прибавочной стоимости за счет удлинения рабочего времени. Вот, собственно, я думаю, что реальная основа вот такого предложения. Тем не менее, надо отнестись к этому внимательно. Да, в Государственной Думе представители разных фракций, причем даже не из числа КПРФ, не поддержали это предложение. Но мы хорошо знаем, что предложение, которое кажется, на первый взгляд, диковатым, да, и странноватым, будучи озвученным, оно все равно становится предметом общественного обсуждения, и сначала реакция бывает такая, что, дескать, нет, это никуда не пойдет, а потом, а в этом что-то есть. А третий этап, давайте за это проголосуем. Вот от этого совершенно не застрахованы сегодняшние трудящиеся России, и поэтому к этому надо быть очень внимательным. Да, надо отметить, что вот эта ассоциация по развитию бизнеса патриотизма, Аванти, интересный, конечно, патриотизм. Аванти, насколько я знаю, это слово-то не русское, итальянское, Аванти, вперед, патриоты, вот интересно, с какой страны взять для себя такое, и выбрать для себя такое название. Так вот, они апеллируют к опыту Турции и Ирана, где работают по 6 дней в неделю. Понятно, что предлагая работать в 6 дней в неделю, и не говоря ни слова о том, что общая продолжительность рабочего времени за неделю останется прежней, эти господа предлагают, на самом деле, увеличить продолжительность рабочей недели, ну, как минимум, на 8 часов. Так вот, они ссылаются на опыт Ирана и Турции. Вообще, интересная, конечно, ситуация. Вот раньше, помните, сторонники буржуазии всегда ссылались на опыт передовых каплистических стран, причем из этого опыта брали часто не то, что отличают их именно как передовых, а самые худшие, ну, например, там, пенсионный возраст и так далее. Теперь, значит, они сторонники буржуазии уже обращаются к опыту отсталых стран, например, в области трудового законодательства. Я не говорю, что эти страны не развивают свою промышленность, они развивают, но, несомненно, что производительность труда в этих странах в промышленном производстве ниже, чем в России, это во-первых. А во-вторых, несомненно также, что экономическое развитие не всегда сопровождается соответствующим расширением трудовых прав, и мы знаем, как трудно и как тяжело именно в этих странах бороться за укрепление трудовых прав, за демократию. Мы хорошо знаем, как, значит, в этих странах преследуют коммунистов, бросают их в заточение, поэтому удивляться отсталому трудовому законодательству в этих, в общем-то, прогрессирующих экономических странах не приходится удивляться. Зачем же брать за образец то, что связано с отсталостью, то, что связано с пережитками политическими средневековья, а по-другому преследований коммунистов назвать нельзя. И вместо того, чтобы брать за образец те страны, где трудовые права, ну, хоть получили какое-то развитие в сравнительном плане, конечно, в сравнении с трудовым правом СССР и с трудовым правом Российской Федерации, как наследница СССР, конечно, в целом трудовые права работников экономически развитых стран не выглядят очень блестяще. Но, тем не менее, скажем, в области продолжительности рабочего времени там явно, конечно, речь не идет о том, чтобы 48 часов в рабочей неделе. Хотя, еще раз говорю, что если покопаться, то в законах очень часто там не прописаны даже 40-часовые рабочие недели, хотя по факту, по условиям отраслевых соглашений рабочая неделя может быть там 35 часов, 38 часов. То есть закон там тоже не очень-то, не очень-то фиксирует достижения борьбы рабочего класса, но, тем не менее, сами эти достижения настолько весомы, что в целом картина, конечно, более благоприятная и для трудящихся и рабочая неделя, во-первых, конечно, не шестидневная по факту, и общее количество отработанных часов за неделю, конечно же, не 40 часов, а, как правило, меньше. Вот я понимаю, что эти страны теперь перешли в разряд недружных, сами перешли, конечно же. Но это не значит, что в области, значит, трудовых прав, социальных гарантий мы все должны игнорировать из того, что происходит в этих странах. Нет, конечно же. Поэтому нет никакого основания для того, чтобы вот сейчас на рабочий класс надевать хомут шестидневной рабочей недели и удлинение рабочей недели. В целом, тем более, что, как уже известно, права предпринимателей расширены в смысле привлечения рабочих к сверхурочным работам при необходимости работы на оборону, в смысле срочки отпусков или отзывы отпусков. Так что уже здесь рабочий класс поставлены более сложные условия, но вот такая постановка, она хотя бы оправдана тем, что вот это непосредственно сектор, который работает на оборону. А вот когда предполагается распространение на всех, это вызывает уже большие вопросы. И вообще это, если брать еще экономические основания такого выражения, то, видимо, это писк и крик мелкого бизнеса, который попал в тяжелые ситуации на рынке труда, а почему в тяжелые? Потому что вот сейчас на оборонных предприятиях, на крупных предприятиях, это как по правилам, ну, хотя бы сравнительно крупные предприятия, был и остается в значительной степени кадровый дефицит рабочих, повышены зарплаты в условиях такой работы, или, по крайней мере, общий заработок и больше, потому что больше отработанного времени, но хотя это выплачивает теперь. И рабочие, может быть, не за счет того, что они трудятся более производительно, а за счет того, что просто больше трудятся, больше зарабатывают. И вот мелкий бизнес остается без рабочих кадров. И вот теперь этот писк мелкого бизнеса состоит в том, чтобы как-то везде рабочие должны работать как можно больше, чтобы им чего-то перепало в этой ситуации. То есть, это вот свой такой корыстный интерес, они теперь выдают за всеобщий интерес, ну, и не исключено, что это может быть использовано, вообще говоря, может быть использовано, как я уже отмечал выше, и крупным бизнесом тоже, потому что в целом кадровый голод не преодолен. Как в советское время, как в годы Великой Отечественной войны этот кадровый голод преодолевался? Ну, во-первых, значит, работники были переведены оборонных предприятий на военные положения, это означает, что они не могли покинуть предприятие, да, тоже было их с транспортом, и там, так сказать, тоже такие же вот очень были жесткие веры в совершенно вынужденные, совершенно необходимые меры, да. Кроме того, значит, люди в возрасте от 16 до 55 мужчин и женщины на 45 лет могли быть мобилизованы для работы на оборонных предприятиях, и очень часто эта мобилизация осуществлялась, да. Ну, еще раз говорю, что это вот нужно было, так сказать, осуществлять и осуществлялось в условиях, когда сокращение занятых в городской промышленности, в городской экономике составляло более 10 миллионов человек. Ну и кроме того, может, это даже был главный резерв и ресурс, что развивалось обучение, производственное обучение молодых людей, ну и профессиональная подготовка, профессиональное обучение людей тоже взрослых, то есть были подготовлены через такую систему миллионы, очень быстро, по сокращенной программе, миллионы дополнительных рабочих. Что же, если сегодня вопрос о кадрах стоит так остро, то этому опыту можно тоже воспользоваться, между прочим, значит, ускорить подготовку рабочих кадров через специалитет, да. Если так остро стоит вопрос, то, может быть, надо вести обязательную производственную практику для студентов, это тоже, вообще говоря, несколько миллионов молодых людей. И резервы для увеличения предложения труда без увеличения продолжительности рабочего дня уже работающих рабочих имеются. Но, возможно, вопрос так остро и не стоит, да, что вот немедленно надо все это сделать. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что главное для победы, и не только главное для победы нового строя, как отмечал в свое время Владимир Шеев, что главное для победы нового строя – это производительность труда, а вот главное для победы в условиях специальной операции – это, опять-таки, повышение производительности труда. Вот на это надо упирать. И это главное, действительно. И здесь сделать можно очень многое. Используя опыт, скажем, Великой Отечественной войны, нужно расширить профессиональную подготовку и переподготовку уже действующих рабочих и молодых рабочих, разумеется, в рабочее время, разумеется, с хранением заработной платы. И для этого надо использовать уже тот опыт, который имеется в рамках программы «Производительность труда». Там накоплен кадровый потенциал людей, которые способны обучить рациональным методам работы, рациональным методам размещения оборудования, способным привить интерес к постоянной рационализации. Этот потенциал, накопленный в рамках этой национальной программы, надо распространить на всю промышленность. Да, безусловно. Это можно сделать и необходимо сделать. И это принесло бы большой эффект в плане повышения производительности труда. Дальше. Надо осуществить рационализацию производства, потому что вот эти вещи, связанные с копией-продай пакетов контроля, контрольных пакетов акций, с всякими юридическими реорганизациями для ухода от налогов, для всяких финансовых манипуляций, которые так свойственно акционерному капиталу, вот этот, так сказать, канал надо перекрыть, и всем, чтобы люди занимались делом. И главное дело сейчас обеспечить конкретное повышение производительности труда, обеспечить организацию производства таким образом, чтобы давать больше продукции в единство времени, не за счет того, чтобы нажимать на рабочих, не за счет иноциализации труда, а за счет повышения производительности труда. Разумеется, нужно наряду с ноциализацией промышленности на свете иноциализацию банковской системы, потому что, чтобы повышать производительность труда, нужно закупать новое оборудование, в том числе за счет кредита, и кредит под 10% и выше становится барьером для широкомасштабных инвестиций. Мы так и барахтаемся возле 20% инвестиций в составе ВВП. Мы знаем, что, например, Китай еще 2-10 лет назад имел долю инвестиций в составе ВВП в 40%. Разумеется, эта доля была приблизительно такой же в годы Великой Отечественной войны. То есть, куда выше, чем 20% – это поддержание штанов. Значит, вот это надо, безусловно, обеспечить. Да, у нас связалась в банковскую систему, чтобы выдавать кредиты под 2-3%, чтобы обеспечить, опять-таки, возможность быстрого обновления производства за счет новой техники. Дальше, разумеется, нужно, кроме того, чтобы новую технику внедрять за счет кредитов, нужно в страннейшем образом смотреть и следить за целевым использованием амортизационных фондов. То есть, надо прекратить их разбазаривание, да, и с тем, чтобы они действительно шли на восстановление и замену выбывающего оборудования. А поскольку это будет заменяться уже в новом виде, то даже просто возмещение основных фондов, поскольку они будут инвестияться в новой форме, да, новых станков оборудования, тоже будет служить источником повышения производительности труда. Ну, разумеется, пора уже, так сказать, прекратить заниматься вот этим поощрением вывоза капитала, умолять вывести деньги и вернуть в Россию из офшоров. Тут вообще уже пора и государство власти употребить, потому что без этого финансовая основа повышения производительности труда будет недостаточной. Ну и вот все эти меры в совокупности дадут возможность обеспечить потребности укрепления обороноспособности страны, потребности, возникающие в связи с проведением специальной военной операции, ну и без того, чтобы резко изменить, так сказать, структуру экономики, да, без того, чтобы, значит, резко сократить фонд потребления, да, хотя, конечно, здесь тоже надо посмотреть, нет ли паразитического потребления, не осталась ли практика закупки дорогостоящих безделушек, без яхт, домов и так далее. Тем более, что мы знаем за последний год миллиардеры российские увеличили свое, так сказать, богатство на 100 миллиардов рублей. Катя, простите, я же даже у меня просто вот в языке не укладывается, что надо сказать, что 100 миллиардов долларов, и поэтому здесь, конечно же, огромный резерв для того, чтобы финансировать обновление производства и обеспечивать повышение производительности труда. Как видим, действительно, резервы для повышения производительности труда имеются, они разносторонние, они требуют целенаправленной работы, так что экономическая роль государства должна возрастать, должен укрепляться центр регулирования всей экономики. И осуществление этих мер делает совершенно ненужным на этом этапе всеобщее введение шести дневной рабочей недели с увеличением рабочих часов в неделю до сорока восьми. Вот почему эту инициативу Ассоциации Аванти надо оценить как сугубо антипатриотическую, направленную на подрыв обороноспособности, направленную на то, чтобы принести ущерб интересам рабочего класса, ущерб здоровью трудящихся и увеличить прибыль буржуазии, может быть даже не самой крупной, а буржуазии, которая сосредоточена в сфере так называемого малого бизнеса. В этом предложении нет ничего ни актуального, ни прогрессивного. А главное для победы не только нового строя, а для победы в текущей ситуации специальной военной операции – это повышение производительности труда. Вот и все меры, которые обеспечивают повышение производительности труда, должны быть задействованы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok